Меня зовут Рик Реннер. Я стою у ворот, ведущих на территорию Красной площади. Именно эти две арки являются воротами. Как вы видите, посередине – часовня. Истинная причина, по которой установили часовню в том, что люди в 16 веке верили, что пройти на Красную площадь можно только выразив почтение главенству и важности церкви. Многие ворота Кремля также служили часовнями. Кремль нельзя было пройти, не признав власть церкви на земле. В России с большим почтением относятся к авторитету церкви, власти Бога, и сегодня я хочу поговорить с вами о роли власти в вашей жизни. Об уважении к политической, административной и Божьей власти. Мы должны уметь находить общий язык с властью, относиться к ней с уважением, если хотим добиться успеха в жизни. И сегодня мы поговорим о том, как признать духовную власть в своей жизни. Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реннером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Я ждал вас. Сегодня мы продолжим говорить о подчинении власти. В прошлый раз мы затронули тему власти в широком смысле. В этом выпуске мы поговорим о роли духовной власти в нашей жизни. Сквозной темой этой серии передач являются 10 составляющих, которые должны быть в жизни каждого верующего. Для того, чтобы быть сильным, утвержденным и зрелым верующим, таким, каким Бог замыслил вас. И я выделил 10. 10 компонентов, которые лежат в основе моих аудиопрограмм, 10 принципов сильного верующего. Там 15 частей. Потребовалось 15 передач, чтобы охватить все 10 шагов. Информации действительно много, и я призываю вас скачать бесплатно этот цикл аудиопрограмм уже сегодня. К нему прилагается замечательное учебное пособие. Сегодня утром я пересматривал его, прекрасный материал. И на вашем месте я бы с удовольствием им пользовался. Там греческие и еврейские слова, определения, принципы, вопросы для размышления. И можно использовать самостоятельно и с теми, кого вы наставляете в слове в домашней группе. Анотация гласит, благодаря каким 10 качествам вы можете стать сильным верующим. Для приготовления пирога вам понадобятся конкретные базовые ингредиенты. Сочетание нужных ингредиентов дает замечательный результат. Отсутствие одного обернет весь труд в крах. Подобным образом, для того, чтобы быть сильным и утвержденным верующим, нужны соответствующие качества. А какие именно? О них и идет речь в этом замечательном цикле. Спасибо вам за ваши письма, комментарии, отзывы. Вы пишете о том, что наша передача благословение, и я ценю любой способ общения с вами. Если вам нужна молитва, поддержка в молитве, помните, что мы верим в силу молитвы. Мы готовы вам служить, свяжитесь с нами. И мы с Денисом нашей молитвенной командой будем за вас молиться. Также я предлагаю вам подписаться на мои ежедневные видео ободрения. Полторы минуты из драгоценных истин на каждый день, способные изменить вашу жизнь. Я делюсь драгоценными истинами из греческого языка. Зачитываю своих книг, содержащих исследования более тысячи слов, которые помогут вам глубже понимать Божье Слово. Эти видео можно смотреть каждый день. Они короткие, и в них простым и понятным языком объясняется значение греческих слов из Нового Завета. И Писание буквально оживает в вашем сердце и в вашей жизни, и ваша вера укрепляется. Ежедневное погружение в Божье Слово всегда приносит плоды. Прочитаю аннотацию. Обвяжитесь истинами наставлений как драгоценностями, поэтому я и назвал это видео «Драгоценные истины». В них Рик Реннер подробно разбирает почти тысячу греческих слов и делится учением, которое побуждает зрителя привести свои поступки, мысли и жизнь в Боге в соответствии с его, с Божьей истиной. Эти видео помогут вам глубже понять Божье Слово, утвердиться в вере и пламенеть, чтобы исполнить замысел Бога для вашей жизни. Мне очень нравятся эти видео. Я читаю своих одноименных книг и делюсь со всеми, кто желает возрастать в познании Бога. Подпишитесь на бесплатную рассылку «Драгоценные истины» из греческого языка на нашем сайте. Уверен, что они станут благословением для вас и духовной сокровищницей в вашем доме. А сейчас мы продолжим тему «Десять шагов, укрепляющих жизнь». Мы уже говорили о готовности благовествовать, любви к Божьему Слову, жажде Святого Духа, стремлению к сверхъестественным действиям Святого Духа, сердце поклонника, любовь к молитве, щедрое сердце, о жизни в святости и смирении. И сегодня мы продолжим говорить о послушании власти. Это девятый шаг. Остается еще один, и о нем мы поговорим в следующий раз. Все эти десять составляющих помогут вам стать сильным, утвержденным и зрелым верующим, каким Бог замыслил вас. Уважение к власти – важнейший компонент успешного христианина. В прошлый раз мы поговорили о подчинении власти в целом. И если у вас возникли вопросы, я прекрасно понимаю, почему. Ведь тема подчинения власти достаточно непроста, особенно в наше время, когда над властью нередко насмехаются, не проявляют должного уважения, просто почитайте, что в прессе пишут про президента или любого другого политика. Спросите любого облеченного властью человека, а каково это – иметь власть сегодня? И вам скажут, что многие настроены против властей, но у нас, у верующих, нет такого права. Мы призваны подчиняться любой власти – родителям, работодателям, правительству, пасторам. И тема сегодняшней передачи – уважение к духовной власти. Мы с вами должны подчиняться духовной власти. Нам с вами должно стремиться к подчинению власти. И мы вновь обратимся к стиху, который служит основанием изучения этой темы. И они, то есть ранние христиане, постоянно пребывали в учении апостолов. Еще раз разберем выражение «постоянно пребывать». По-гречески «проскартенео». Оно означает упорно продолжать делать что-либо. Первые верующие непрестанно пребывали в учении апостолов. Это слово «сочетание» также означает «сосредоточенный и ответственный труд», что говорит о внимании, которое люди уделяли учению апостолов, и с каким трудолюбием занимались им. Это выражение также переводится в верность, усердие, постоянное старание, и даже может иметь смысл посвященности чему-то. Они подчинялись власти. Я буду читать из своих заметок. Мне нужно поделиться с вами очень многим. Слушайте внимательно. Конспектируйте. Жизнь христианина начинается с признания абсолютной власти Христа в его жизни. Многие приходят к Иисусу и называют его своим спасителем, но не все зовут его Господом. И это очень большая проблема. И в этом есть кое-что неправильное. Потому что в послании к римлянам 10.9 сказано следующее. Слушайте внимательно. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господу, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Люди часто говорят, что верят в то, что Иисус воскрес из мертвых, и поэтому они спасены. Но в первой части стиха сказано, что нужно признать Иисуса Господом. Признание владычества Христа – важнейшее условие рождения свыше. Слово «Господь» – греческое слово «куриос» – означает «господин» или «верховный владыка». Поэтому, когда человек верует в Христа и называет Иисуса Господом, он признает, «Ты, Иисус, верховный владыка моей жизни». Называя Тебя Господом, я подчиняюсь Тебе, Ты облечен властью, Ты владычествуешь в моей жизни, Ты мой верховный владыка. С этого момента я в Твоем полном распоряжении. С этого момента я буду называть и признавать Тебя своим Господом, Повелителем, тем, кто управляет всем в моей жизни. Вот что мы подразумеваем всякий раз, называя Иисуса Господом. Слово «Господь» означает «абсолютный господин моей жизни». Поэтому, будучи Господом, Иисус не должен спрашивать у нас разрешения, когда Он хочет совершить что-то в нашей жизни. Ему вовсе не обязательно спрашивать наше мнение, ведь Он – Господь, а мы – Его ученики. Мы с удовольствием делаем то, что Господь велит нам сделать. Однако бывают времена, когда нам это совсем не нравится, но независимо от того, нравится нам это или нет, Он – Господь, и Ему принадлежит абсолютное право говорить нам, приказывать сделать что-либо. А наша задача – сказать «так точно» будет сделано. Это наша обязанность. Поймите, Господь знает то, чего не знаем мы. Он видит то, чего не видим мы, и Он желает нам только добра. Поэтому, если мы идем Ему наперекор, то просто делаем так, чтобы Ему было трудно направлять нас. Мы мешаем Ему. Иисус – Господь, и наше взаимоотношение с Христом строится на господстве Христа над нашей жизнью. Когда Иисус сказал мне и моей семье переехать в тогда еще Советский Союз, Он не спрашивал моего мнения. Он просто сказал «Рик, ты нужен там». Здесь хорошее библейское учение, но сейчас в Советском Союзе идет великое пробуждение, и я перемещаю тебя туда. Господь ни разу не спросил у меня «А что ты думаешь об этом? Давай посоветуемся». Он просто сказал «Вот задание для тебя». И мое дело было не спрашивать почему и не говорить «Я не согласен, мне это не нравится, ведь Он – Иисус Господин моей жизни, и у Него есть верховное право поместить меня туда, куда Ему угодно, и велеть мне делать то, что нужно Ему, Господу». Моя задача – сказать «Так точно будет сделано». Научившись именно так отвечать на призыв Господа, вы обнаружите, что Иисус желает вам только добра. Я пережил действия силы Бога и приключения, которого у меня никогда бы не было, если бы я не был послушен Ему. Иисус всегда желает нам только хорошего. Помните об этом. Давайте поговорим о духовной власти, о духовной власти в церкви. В Деяниях 2.42 мы прочитали. Первые верующие были привязаны к лидерству апостолов. Они понимали суть духовной власти. Откуда у них было это понимание? Откуда ранняя церковь знала о важности подчинения власти? От апостолов. А откуда апостолы знали об этом? От Иисуса. Иисус сказал им об этом. Ведь они были Его учениками. Ученики греческое слово «матетес». То есть они были теми, кто всецело отдался власти своего наставника. Кто никогда не подвергал сомнению авторитет учителя. Кто повторяет в точности все, что делает учитель. Кто искренне и беспрекословно выполняет все повеления учителя. Внимательно изучая три года, проведенные учениками с Иисусом, мы увидим, что именно этим занимались апостолы. Они подчинялись Господу во всем. Они слушались Его и повторяли все, что Он делал. Они называли Иисуса Господом. Это интересно, не правда ли? В Евангелии от Иоанна 13.13 Иисус говорит «Вы называете Меня Учителем и Господом». И правильно говорите, ибо Я точно то. Внимательно изучите Евангелие, и вы обнаружите, что ученики ни разу не назвали Иисуса Иисусом, просто Иисусом. Они никогда не называли Его просто по имени, они называли Его либо Учителем, либо Господом. И Иисус подтверждает это в Евангелии от Иоанна 13.13, говоря «Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то». Обратите внимание, Иисус не возражал. Он сказал «Вы правильно делаете называя Меня так, потому что так оно и есть. Я ваш Учитель, и я ваш Господь». Иисус знал, что имеет абсолютную власть в их жизни. И Он похвалил их за то, что они правильно называли Его. Выбор слов очень и очень важен в этом вопросе. Приведу пример. У вас есть отец и есть мать. Я очень сомневаюсь, что вы называете или называли их просто по имени. Когда вы обращаетесь к родителям, вы называете их папой и мамой. Папа, отец, мама, мама, мать. Нет никого другого на свете, кого вы можете назвать папой. Таких нет. Нет никого другого на свете, кого вы можете назвать мамой. Помню, давным-давно, когда я только женился, я попытался назвать мать Денис мамой, но у меня просто не получилось. Не вышло. Она не была моей мамой. У меня есть своя, одна, единственная. И когда я попробовал назвать тещу мамой, у меня возникло чувство, будто я что-то нарушаю. У меня есть своя мама, одна в жизни. И когда я называл отца отцом, я признавал, кем он является и кем являюсь я. Он для меня отец, а я его сын. Слово «папа» определяло наши отношения, и всякий раз, когда я называл маму мамой, я признавал, кем она является для меня. Она моя мать, а я ее сын. Выбор слов очень, очень важен. В духовном мире есть только один человек, которого вы можете назвать своим пастором. Вы можете обратиться кому-то еще, называя его пастором из уважения, но в вашей жизни может быть только один ваш пастор. Есть только один человек, которого вы можете назвать папой. Есть только один человек, которого вы можете назвать мамой. И всякий раз, называя их папой и мамой, вы признаете, кем они являются для вас, и кем являетесь вы. Точно так же, каждый раз, когда вы называете своего пастора пастором, вы этим признаете. Вот человек, который имеет власть в вашей жизни, а вы в духовном смысле подчиняетесь этой власти. Выбор слов крайне важен. По этой причине я никому не позволяю называть себя по имени в нашей московской церкви. Мне нравится мое имя, но правильный выбор слов имеет большое значение. Я сам не называю своего пастора по имени, я всегда зову его пастор. И потом могу добавить имя, но прежде пастор, потому что это напоминает мне, кем является он и кем являюсь я по отношению к нему. Это очень важно. Помните, у вас есть лишь один пастор, и никто другой не может занять это место в вашей жизни. Никто. И терминология важна, когда речь идет о духовной власти. Итак, если вы знаете, кто является вашим призванным Богом пастором, то следующие стихи будут иметь для вас значение. Давайте прочитаем их. Послание к Евреям 13.7. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Давайте разберем этот стих. Нам нужно быстро двигаться, потому что мы должны еще об очень многом поговорить. Во-первых, здесь сказано «поминайте наставников ваших». Слово «наставник» — греческое слово «хегеомай». Оно означает следующее. «Человек, который занимает лидерскую или значимую позицию, тот, кто играет существенную роль в жизни человека или собрания, а также человек, достойный признания». Итак, ваш пастор должен быть человеком, который занимает лидерскую или заметную позицию. Он должен играть существенную роль в вашей жизни. Также ваш пастор, благодаря своему положению, должен быть человеком, достойным признания. Другими словами, пастор — это тот, кто оказывает влияние на вашу жизнь. Если человек, которого вы называете пастором, не играет существенной роли в вашей жизни, он вам не пастор. Послушайте, что сказано дальше. Послание к евреям, 13 глава, 7 стих. «Поминайте наставников ваших, то есть тех, кто имеет значимое влияние в вашей жизни, которые проповедовали вам Слово Божие, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Слово «подражать» по-гречески «меметес» означает следующее — «тот, кто имитирует, тот, кто повторяет действия другого человека». Этим словом описывали профессиональных актеров или представителей театрального искусства, которые выступали на сцене. Этим словом называли подражание родителям, учителю, чемпиону, герою. И если какой-либо человек был известен за свои высоконравственные убеждения, другие следовали его примеру, подражали ему, копировали его действия. Оно также подразумевает целенаправленное изучение подвигов, слов, поступков и мыслей того или иного человека с целью воспроизвести их в своей жизни. Поэтому, когда Библия велит нам подражать вере наставников, мы должны взглянуть на их веру и сделать все возможное, чтобы воспроизвести ее в своей жизни. Мы должны исследовать их веру, изучать их поступки. Здесь также сказано, что мы должны взирать, и это слово означает всесторонне рассмотреть, смотреть и изучать, тщательно и внимательно разглядывать, непрестанно размышлять. А о чем мы должны размышлять? О кончине их жизни. Слово «кончина», греческое слово «экбасис», означает «уход человека из жизни». Оно описывает поступки человека и итог, итог его жизни. Речь идет о самом конце. Слово «жизнь», греческое слово «анастрофы». Это слово, которое описывает образ жизни, взлеты и падения человека, всю траекторию его жизни, то, как человек проживает свою жизнь, как он ведет себя в той или иной ситуации. Это слово описывает характер, поведение, поступки, всю жизнь в целом. Вот о чем речь. Если вы называете кого-то своим пастором, если у этого человека есть духовная власть над вами, в послании к евреям 13.7 сказано, что он, во-первых, должен играть важную роль в вашей жизни. Он должен быть вашим признанным духовным лидером. А вы должны признавать это. Слово «наставник» означает «человек достойный признания». Во-вторых, вы должны подражать его вере. Если пастор играет важную роль в вашей жизни, внимательно изучайте, как он живет, подражайте его вере. Посмотрите, как он упражняется в вере. Всесторонне изучите, понаблюдайте, проанализируйте его жизнь. Поразмышляйте о кончине его жизни, о том, как он жил, как реагировал на ту или иную ситуацию, о том, каким был итог его жизни, как он поступал, как жил, выходил из затруднительных положений. Библия велит нам делать это. И я хочу напомнить, что идеальных пасторов не бывает. Вы никогда не найдете идеального. Того, у кого нет недостатков. Таких пасторов просто нет. Я сам пастор, и я не идеален. У меня есть недостатки. Но я призван вести людей за собой. С другой стороны, не бывает совершенной паствы. Вы идеальный член паствы. Вы идеальная овечка. Если бы я хотел, чтобы в моем собрании были только безупречные люди, у меня бы никогда не было людей в собрании. Нет совершенных людей в церкви. Выбирая своего пастора или духовного лидера, ищите того, чей плод вы сами хотели бы воспроизвести. Не нужно искать идеального человека. Вам нужен тот, чьих результатов вы хотели бы добиться в своей жизни. И это значит, что вы должны быть в той церкви, где есть лидер, которого вы уважаете. Это значит, что вы должны быть в церкви, где есть лидер, вере которого вы хотите подражать. Зачем быть в церкви, пастора, который вы не уважаете? Зачем вам это? Если вы называете кого-то своим пастором, вы должны слушаться его голоса, следовать его примеру и подражать ему во всем. Библия ясно учит этому. Послание к евреям. В 13 главе, в 17 стихе сказано, «Повинуйтесь наставникам вашим, и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет». Хороший пастор, хороший духовный лидер, тот, чью духовную власть вы готовы признать. Понимает, какая это серьезная ответственность, зная, что он даст отчет о том, как он вел вас и заботился о вас. Мы не можем обойти стороной этот вопрос о духовной власти. Если вы хотите преуспеть в духовной жизни, прежде всего вы должны называть Иисуса Господом. Иисус имеет абсолютную власть над вами. И его духовная власть проявляется через поместную церковь. Когда вы признаете свое подчинение пастору поместной церкви и называете его своим пастором, каждый раз, называя его пастором, вы этим признаете, кем он является для вас. Повторюсь, не ищите идеального пастора, ведь и вы не безупречная паства, но через пастора благословение придет в вашу жизнь. Время подходит к концу, я скоро вернусь, чтобы помолиться за вас. Чтобы испечь пирог, вам потребуются конкретные ингредиенты. И когда все необходимое замешано правильно, вы получите желаемый вкус. Но если упустить хоть один ингредиент, то все может закончиться печально. Также и в жизни для каждого из нас важны духовные составляющие, для жизни в непоколебимой и твердой вере. В серии учения «Десять принципов сильного верующего» Рик Реннер освещает 10 качеств, необходимых для каждого утвержденного верующего. Скачайте бесплатно цикл аудиопрограмм «Десять принципов сильного верующего» на нашем сайте ignc.org. Это учение поможет вам усовершенствовать свою молитвенную жизнь, научиться ходить в святости и применять духовную власть, данную вам Богом. Также подпишитесь на ежедневные видео ободрения «Драгоценные истины из греческого языка». В них Рик Реннер раскрывает бесценные сокровища, которые хранит Божье Слово и учит нас жить бескомпромиссной жизнью веры в личном общении с Богом. Полторы минуты из драгоценных истин на каждый день способны изменить вашу жизнь. Просматривая «Драгоценные истины», вы найдете глубокий анализ более тысячи греческих слов. Это вдохновит и утвердит вас на пути познания того, что Бог приготовил для вашей жизни. Подпишитесь на ежедневные видео ободрения «Драгоценные истины из греческого языка». Эти уникальные инструменты для исследования Писания расширят ваше понимание библейских истин. Изучая подлинные значения слов из Нового Завета, вы обретете настоящие сокровища, содержащиеся в Божьем Слове. Не пропустите эту возможность подписаться на ежедневные видео ободрения «Драгоценные истины из греческого языка» на сайте ignc.org. Москва – один из древнейших и красивейших городов России и один из самых динамично развивающихся мегаполисов мира. В Москве много храмов, и одна из крупнейших протестантских церквей Москвы церковь «Благая Весть» существует в этом городе с 2000 года. Церковь развивается и двигается вперед, и 10 ноября открыл дверь и филиал на юго-западе Москвы. Слава Богу, сегодня очень хорошее начало за юго-западный филиал «Благая Весть». Сейчас север, юг, центральный, юго-западный и айджинцы. Столько людей. Это просто благословение от неба. Я рад, что я здесь сегодня. И слава Богу, что Господь работает с нами. Это просто благословение, что мы могли работать с Господом. Аминь. Это лишь начало, и теперь церковь «Благая Весть» будет служить людям на юго-западе Москвы. Мы верим, что люди будут получать спасение, исцеление, восстановление. Ведь это именно то, к чему Господь призвал нас на этом месте. Более года мы молились об этом открытии. Прославление у нас готовилось почти полгода к открытию филиала. Многие детское служение, подростковое служение готовились к открытию. Более 250 человек были сегодня на служении «Благая Весть» юго-западной. Я молюсь о том, чтобы благодать Божья пребывала всегда на этом месте. Я всех приглашаю на служение. На служение в церковь «Благая Весть» юго-западной. Мы ждем вас. Приходите. Время пролетело незаметно, а ведь я еще не закончил. Поэтому давайте вернемся к Евреям 13.17, где сказано «Повинуйтесь наставникам вашим». По-гречески «хегеомай», то есть тем, кто имеет духовную власть над вами, и Писание говорит, что мы должны им повиноваться. Кстати, «повиноваться» — уникальное слово, греческое слово «хупейко». Оно описывает того, кто подчиняется глазу влиятельного лица. Оно означает «уступать», «соглашаться», «подчиняться». Это означает, что вы должны признать, что ваши наставники имеют большую власть, чем вы. У них больше опыта, чем у вас. Вам нравится их жизнь, плоды, которые они приносят, и вы стараетесь им подорожать. И вам придется уступать. «Я должен сделать то, что мне говорят, должен сделать то, что они делают, должен говорить, как они». Вот что означает «уступить и подчиниться духовной власти». «Повинуйтесь наставникам, будьте покорны, они неусыпно пекутся о душах ваших». В греческом языке выражение «неусыпно печься» применялось к охраннику и использовалось для описания долгих ночей, во время которых путники по очереди бодрствовали, чтобы защититься от разбойников. И оно также описывает человека, который постоянно о чем-либо размышляет. Вот в чем роль пастора. Если у кого-то из прихожан случается беда, пастор должен посетить. Если в церкви проблема, пастор должен ответить на звонок. Такова жизнь пастора. В ней есть элемент неусыпности, постоянного бодрствования. Молитесь за своего пастора. Если вы не молитесь за него, у вас нет никакого права критиковать его. Я советую вам взглянуть на собственное сердце и определить, что вам нужно изменить в себе, чтобы по-настоящему признать духовную власть над собой. Напоминаю, что предлагаю вам цикл аудиопрограмм «Десять принципов сильного верующего». Еще вы можете подписаться на ежедневное видео ободрение драгоценной истины из греческого языка. Время подошло к концу. Я провозглашаю Божье благословение в вашу жизнь во имя Иисуса Христа. Увидимся в следующем выпуске. Спасибо, что были сегодня с нами. Чтобы получить дополнительную информацию о служении Рика Реннера и материалах служения, посетите сайт ignc.org или свяжитесь с нами в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин